В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день марта с погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 2, плюс 7, а днём 10-15 градусов тепла, а в горах местами до плюс 7. В Черкесске ночью без существенных осадков, днём кратковременный дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4,6, а днём 12-14 градусов тепла. Молодой врач-невролог Алима Найманова из Черкеска выиграла грант на проект «Клуб управленцев Боссообщества». О том, что такое Боссообщество, что является сутью проекта, как он реализуется, на эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии грант-обладатель расскажет моей соведущей Бейли Джазаевой. Доброе утро всем, доброе утро, Алима. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли к нам в гости. Я знаю, что вы выиграли грант. И он как-то интересно называется «Клуб управленцев Боссообщества». Для начала я хочу спросить, что такое Боссообщество? Судя по тому, что вы доктор, это что-то связанное с медициной. И хотелось бы о сути проекта этого узнать. Доброе утро. Да, действительно, мы выиграли грант с моей командой. Суть проекта в том, что мы решили объединить ноу-хау и новшества в нейротехнологиях с работой молодых управленцев и ребят, которые связаны с молодёжной политикой. То есть мы проводим в рамках проекта индивидуальную работу, индивидуальные тренинги, нейротренинги, которые основаны на методе биологической обратной связи. В наше время тревожное, быстро развивающееся, это очень актуально. И благодаря таким навыкам, которые мы прокачиваем, благодаря этим тренингам, мы повышаем стрессоустойчивость, мы улучшаем навыки работы в команде, уменьшаем тревожность. Как это делается на практике? Метод биологической обратной связи, он известен давно. То есть он применяется в медицине очень давно. Благодаря определенным датчикам, которые подключаются к голове. То есть эти датчики считывают импульсы головного мозга. И видя человек, как реагирует в той или иной ситуации его головной мозг, он может этим управлять. То есть это получается метод биологической обратной связи, это физиологическое зеркало. То есть зная, как работает, мы можем воздействовать. То есть тебя перебивают здесь. Это не просто разговоры, как с психологом? Не просто разговоры? Нет. Практически разговоров есть, конечно, сопровождение, но в основном работает сам человек. То есть он видит это благодаря компьютерным технологиям в игровой форме. Человек видит, как реагирует он. Он может отслеживать свои внутренние физиологические процессы благодаря визуализации. То есть через зрительный контакт он видит, как работает его организм. Но, насколько я понимаю, проект уже реализуется. Да, проект реализуется. Добровольцами. Да, да, да. У нас есть целевая группа, которой практически уже мы завершили индивидуальные тренинги. И мы переходим к следующему этапу. И на этом этапе я могу сказать то, что действительно многие моменты у ребят улучшились. То есть снизилась тревожность, улучшился сон. Они могут... То есть были такие открытия интересные, когда человек вроде как уже переходит в сон. Но я вижу, что его головной мозг активно работает. То есть настолько вот эти навязчивые мысли, которые мы в повседневной жизни уже не замечаем. Но благодаря компьютеру мы видим, что действительно нас не отпускают какие-то проблемы на работе, в повседневной жизни. И мы можем расслабляться. Наше непростое время, мне кажется, это нужно всем. В общем, уже есть результаты. Да, результаты есть. И мы вообще очень рады. И благодаря этому проекту я открыла для себя много нового. Ну что ж, это очень интересно. Я желаю успешного завершения этого проекта. Пусть будут положительные результаты. И спасибо, что вы сегодня были гостей нашей программы. Спасибо вам. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия» ровно в 9. Смотрите «Вести Северный Кавказ», затем программы «Русская редакция» в 14.30. «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачной пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Продолжение следует...